Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы поглядим с вами на ультрабук бизнес класса, на вот такую вот малышку, это Lenovo ThinkPad X280. Прикольный прочный ноутбук с разными интересными фишками, но мне в первую очередь было интересно, как в таком малыше начинка живет. Дисплей здесь 12,5 дюймов, 1920х1080 IPS матовый дисплей, бывает версия с тачскрином. Наверху у нас веб-камера, у которую можно закрыть специальной заглушкой, то есть здесь такой рычажок, который закрывает веб-камеру, чтобы за вами гражданин майор не подглядывал, скажем так. Так, клавиатурка ThinkPad стандартная, все здесь очень хорошо, я очень люблю ноутбуки ThinkPad, но повторюсь, самое интересное для меня было, как ведут себя процессоры 8-го поколения вот в таком вот миниатюрном корпусе. Одной рукой крышка открывается с небольшим трудом, максимальный угол раскрытия 180 градусов, все это у нас очень прочно и круто сделано, крышка из углеродного волокна не прогибается, все это конструкция массивная, можно даже по столу им стучать, а весь стальной корпус, кроме крышки, у нас из магниевого сплава, то есть здесь углеродное волокно, магниевый сплав, логотип ThinkPad, горит лампочка, когда ноутбук работает, очень классная машинка, да вообще я люблю ThinkPad, они всегда хороши. Весит он чуть больше 1 килограмма, в толщину 18 миллиметров, то есть я реально такую в небольшую сумку положил и поехали. Здесь куча интересных портов, здесь хочу обратить внимание, присутствует даже разъем для смарт-карт, кто не знает, что такое смарт-карт, идите в Википедию, все остальные, кому нужно, те и так знают. Дальше здесь у нас еще интересно два порта Type-C, один из которых Thunderbolt, и еще присутствует поприоритарный разъем для мини-эзернета, мини-лана, то есть чтобы пользоваться проводным интернетом, нужно купить отдельный переходничок от Lenovo. Но в целом набор портов достаточно богатый, присутствует также карта Reader MicroSD, и в нем же находится лоток для Nano-SIM-карт, да, у нас есть поддержка 4GLT. Ну и как я уже говорил, ноутбук весьма тонкий и очень-очень легкий. Теперь что касается производительности. В нашем случае он работает на процессоре Intel Core i5-8250U, базовая частота 1.6, и максимальный турбобуст должен быть 3.4 ГГц. Два версии этого же ноутбука с Core i7, я бы не советовал их покупать, и чуть позже я объясню почему. Что касается оперативной памяти, у нас 8 ГБ DDR4, она вся распаянена на материнской плате, и у нас довольно шустрый твердотельный накопитель PCI-Express LATEM 2 на 256 ГБ. Ну и дальше мы, как обычно, будем делать андерволтинг, в данном случае на 100 мВ, и запустим World of Tanks & Core, чисто для примера, с правой стороны с андерволтом, с левой обычной настройки. Что мы здесь видим? Процессор должен, по идее, до 3.4 ГГц разгоняться, но на самом деле низковольтники я не видал, чтобы они выдавали максимальный турбобуст в реальных приложениях. А вот с андерволтом довольно затейная штука, смотрите, в правой части частоты ощутимо ниже, и при этом температуры ощутимо ниже, а слева, соответственно, и частоты выше, и температуры выше. Казалось бы, андерволтинг приведет к тому, что ноутбук станет у нас похолоднее, но и менее производительный, да? А на самом деле все не совсем так. Он станет похолоднее, да, но при этом он еще более производительный станет. Фишка заключается в том, что, скорее всего, высвободившие ресурсы он перенаправляет на встроенное видеоядро. То есть он чуть-чуть занижает частоты, но зато и видеоядро становится помощнее, и мы получаем результат такой, что с андерволтингом у нас очков все равно получается больше в результате, чем без андерволтинга, то есть вот он финальный результат. Но в целом, как и ожидалось, никаких чудес не произошло, максимальный частот он, естественно, не держит. Экраны угла обзора 12,5 дюймов, 1920 на 1080 IPS дисплей матовый. Я могу сказать, что дисплей на 4 с минусом, на 4 с плюсом, 5 с минусом, вот так вот даже я бы сказал, ну на четверку, короче. Почему? Потому что это дорогой ультрабок, и, как видите, немножко выцветают цвета при максимальных углах обзора, то есть он не идеальные углы показывает, то есть вот она вот немножко уже стала темная. Поэтому я бы сказал, ну 4 вот так вот плавающие оценки, я не люблю ставить оценки. Что касается звука, то здесь два динамика, ничего особенного, звук вполне обычный. Теперь еще пару слов про крышечку, повторюсь, вот это сделано из углеродного волокна, на самом деле тяжело отличить где что, это вот нужно прочитать, потому что оно все такое темное, шершавое, а весь стальной корпус у нас из магниевого сплава. Клавиатурка стандартная от Lenovo с глубоким ходом клавиш, очень крутая, я люблю санкпедовские клавиатурки, они очень классные. Причем здесь такая раскладка интересная, но к ней очень быстро привлекаешь. Верхний ряд работает как хочешь, хоть через FN, хоть без FN, а здесь есть функция FN-Lock, то есть переключение F1, F2, F3 или мультимедийный, что очень удобно. FN и Control можно через утилиту поменять местами, если вам не нравится такое расположение, как сейчас. Подсветка клавиатуры белого цвета присутствует, вы могли ее уже наблюдать, два уровня яркости у нее. Ну и разумеется присутствует фирменный ThinkPad-овский трекпоинт красного цвета для управления курсором мыши, и под него специальные три клавиши снизу находятся. Ну и тачпад, он небольшой, но нажимается в любом месте, на жесты реагируют хорошо, все с ним нормально. И сканер отпечатка пальцев находится с правой стороны, вот здесь довольно удачное расположение. Но он бок прохладный вообще на самом деле, и я больше скажу дно, самое горячее место 37 градусов, то есть сам корпус у него абсолютно не греется, несмотря на то, что начинка прогревается довольно хорошо. На дне у нас находятся прорези для динамиков, но повторюсь, звук вполне обычный, громкий, но басов не хватает. Вентиляционное отверстие для забора воздуха, в бок выдувается горячий выхлоп у нас, и вот здесь вот находятся специальные отверстия, это для установки сдох-станции, то есть чтобы она не шаталась. Откручиваем 5 винтов всего, и очень легко крышка снимается, крышку снять просто элементарно. И попадаем внутрь, первонаперво здесь батарейка, 48 ватт часа или 3900 мАч, примерно 7,5 часов он будет крутить у вас Full HD кино, при обычной работе в районе 15 даже часов можно протянуть, ну короче иметь в виду десятка. То есть очень большая автономная работа здесь. Вот они, динамички здесь находятся, дальше у нас твердотельный накопитель слотей М2, его можно поменять, в нашем случае 250. 6 гигабайт, а вот оперативную память поменять нельзя, она вся распаяна на материнской плате примерно вот здесь, в нашем случае 8 гигабайт DDR4, но бывают различные комплектации. Здесь у нас находится LTE модуль, бывает что здесь это место пустое, а здесь у нас разъем для смарт-карта, то есть у нас есть LTE, бывают модели которые без LTE. Теперь самое интересное, вот здесь вот процессор, от него всего одна теплотрубочка на радиатор с совсем маленьким вентилятором и как все это дело охлаждается. Но охлаждается все это как и ожидалось не очень. Вот это и GPU и CPU без Undervolta. Вот это то же самое с Undervolta. А теперь только CPU без Undervolta, уже частоты повыше значительно стали, да, и теперь только CPU с Undervolta, еще повыше стали частоты. В общем какой итог я скажу. А скажу я такой итог, что как и ожидалось 12 дюймовый ноутбук не может охладить нормально процессор 48 поколения, максимальных частот вы здесь не увидите. И желательно сделать Undervolta вот на ту самую сотку например. Но в целом такие машины и не берут для тяжелых задач, что в премьере там рендерить что-то или там не знаю играть в супер игры. Поэтому для своих задач его производительности вполне хватает. Давайте теперь послушаем его систему охлаждения. В простое он абсолютно тихий, то есть если делать несложные вычисления, он вот на уровне ком, то есть ну вообще его не слышно, вентилятор не крутится, жесткого диска у него нет. А теперь включим максимальную нагрузку и послушаем что получится тогда. То есть в целом его достаточно ощутимо слышно вблизи, но в метре уже достаточно тихо. То есть система охлаждения не сильно шумная. Итак, что я скажу в итоге про вот этого малыша Lenovo ThinkPad X280. Очень прикольная машинка, но подойдет не для всех. Дисплей достаточно недурственного качества, повторюсь, но с небольшими недостатками. Чуть-чуть выцветает изображение при максимальных углах отклонения. Очень прочный корпус и металлический, с карбоном. То есть можно стучать по нему, он реально очень прочный, очень надолго сделанный. Ну он дорогой ThinkPad, они все служат достаточно долго. Здесь есть куча всяких защитных механизмов. Сканер пальца, заглушка для веб-камеры, DTPM модуль 2.0, смарт-карта разъем. То есть куча всяких интересных штук. Плюс можно док-станцию установить сюда. То есть все это замечательная штука для профессионалов, казалось, на таков своего дела, которые знают зачем нужен вот такой вот малыш, чтобы с ним ездить в командировки и другие вещи делать. Из небольших минусов это то, что, ну, как ожидалось, это не самый мощный ноутбук на свете. Потому что 12 дюймов Core i5 хоть тут и есть, но он не до конца охлаждается. И, ну, поэтому я в самом начале говорил, на самом деле с Core i7 вам и не имеет большого смысла брать эту машинку, потому что для тяжелых задач она все равно не подходит. А то, что у вас будет i5, i7, ну, какой смысл переплачивать. Зато здесь очень долгое время автономной работы. 7,5 часов Full HD кино он крутил, ну, а при обычной работе, повторюсь, 10 часов точно проработает. 65 ватт. Адаптер вот такой вот небольшой из двух частей состоит. Вот это вот тоже такая косметическая придирка у меня была бы. Могли бы сделать, знаете, ну, типа как у MacBook'ов, когда вот отдельно вилка, то есть такой компактный адаптер, вот не две такие штуки соединять, а просто чтобы он был один. Но зато заряжается через Type-C в любой из портов, можно установить, есть Thunderbolt. Здесь в партнете все, что нужно, есть для профессиональной работы. То есть ноутбук очень хороший, очень мне понравился, он такой компактный малыш, все с ним здорово. Стоит ноутбук примерно 98 тысяч рублей, ну, считайте, сотню. И, повторюсь, эта штука для тех, кто знает, для чего им нужен. То есть, например, ходить где-то в кафешке или по удаленке что-то делать, или если вы садми, там, консоль печатать, ну, я не знаю, что там можно делать. То есть здесь именно цена за всякие профессиональные фишки, которые рядовому пользователю, наверное, будут не нужны. Ну и плюс за имя ThinkPad и за то, что он прочный и классный. Ну а я на этом с вами прощаюсь, до новых встреч и всем пока!